Канада. На занятии вам предстоит узнать экономико-географическое положение Канады, природные условия и ресурсы страны, особенности населения и хозяйства. Когда вы увидите соответствующий знак задания, поставьте фильм на паузу и выполните его. Красный – цвет креста Святого Георгия, символизирует Великобританию. Белый – цвет французской монархии. Канада – государство в составе Содружества. Форма правления – конституционная монархия с парламентарной системой. Глава государства – британская королева, представленная генерал-губернатором. Законодательная власть – двухпалатный парламент. Столица Канады – Оттава. Канада является федеративным государством, состоящим из десяти провинций и трех территорий. Государство является северной страной, которая занимает почти половину с североамериканского континента и широко открыта к трем океанам – северному ледовитому, атлантическому на востоке и тихому на западе. Сухопутную границу Канада имеет только с Соединенными Штатами Америки, на западе с Аляской, на юге с основной территорией США. Крайний север Канады образует обширный канадский арктический архипелаг. Поставьте фильм на паузу и выполните задание в контурной карте. Большая часть территории Канады – холмистая равнина, ограниченная с востока и запада горными поднятиями вдоль побережья Тихого и Атлантического океанов. Высшая точка Канады – гора Логан, 5959 метров. Страна расположена в трех климатических поясах – арктическом, субарктическом и умеренном. Климат характеризуется холодной зимой и прохладным или умеренным и влажным летом. Территория страны богата запасами руд цветных металлов, железной руды, урана, нефти, природного газа, калийных солей, азбеста, угля. Особенно богата полезными ископаемыми Лаврентийская возвышенность. Здесь находится уникальная рудная зона. Месторождения железа, никеля, серебра, урана. Месторождения разрабатываются в основном открытым способом. Канада является крупнейшим поставщиком минерального сырья в Соединенные Штаты Америки и другие индустриально развитые страны. По величине запасов пресной воды Канада стоит на третьем месте в мире после Бразилии и России. Значительная часть территории, порядка 45%, покрыта хвойными и смешанными лесами. По общим запасам древесины страна занимает третье место в мире, уступая России и Бразилии. А по объему древесины на душу населения первое место. Численность населения на 2020 год составляет 38 миллионов человек. Рождаемость на уровне 10,3 промилле, смертность 7,7. Естественный прирост составляет 2,6 промилле. Средняя продолжительность жизни чуть более 81 года. Женщины 78, мужчины 83. Современная демографическая ситуация в Канаде – это следствие иммиграционных процессов. В 19 веке население страны выросло в 5 раз, а за 20 век – почти в 6. Вплоть до 90-х годов 20 века на иммигрантов приходилось 50% прироста населения. Сегодня число иммигрантов составляет порядка 150-200 тысяч человек в год. Эмиграция невелика, в 2-4 раза меньше иммиграции. Граждане страны эмигрируют в основном в США и Великобританию. Главные этнические группы – франко-канадцы – 28%, англо-канадцы – 40%. К национальным меньшинствам относятся немцы, итальянцы, украинцы, скандинавы, поляки, евреи, русские. Коренные жители составляют около 1 миллиона человек. Средняя плотность населения – 3,7 человека на километр квадратный. Более 90% населения проживают в южной приграничной с США полосе. Две трети населения – при озерной части и долине реки Святого Лаврентия. В городах проживает 81% населения. При этом 31% горожан проживает в городах-миллионерах – Торонто, Монреаль, Ванкувер. Поставьте фильм на паузу и выполните задание в контурной карте. Самыми важными достопримечательностями страны являются Ниагарский водопад, Королевский музей в Антарио, висячий мост в Капеллана, Национальная галерея Канады. Канада относится к семерке наиболее развитых постиндустриальных государств. Структура ВВП, промышленность – 27%, сфера услуг – 71%, сельское хозяйство – 2%. Трудовые ресурсы Канады насчитывают более 18 миллионов человек. Особенностью хозяйства является значительная роль горнодобывающей промышленности, лесной и деревообрабатывающей, энергетики и сельского хозяйства. Энергетика – основа экономики Канады. По годовому объему добычи природного газа Канада находится на пятом месте в мире. Большая часть электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Часть нефти и природного газа Канада экспортирует в США. Центры нефтепереработки – Сарния, Монреаль, Эдмонтон, Калгари, Ванкувер. Чёрная и цветная металлургия работают практически полностью на собственном сырье. Мощная алюминиевая промышленность на импортном сырье. Велики объёмы производства алюминия, меди, никеля. Основная продукция горнодобывающей промышленности – руды цветных металлов, золото, цинк, медь, никель, железная руда, уран, калийные соли, уголь. Канада занимает первое место в мире по производству уранового концентрата и добыче калийной соли. Страна является крупнейшим мировым экспортером калийных и азотных удобрений. Автомобилестроение в Канаде представлено зарубежными филиалами ведущих мировых производителей автотранспорта из США и Японии. Канада является ведущим лесопромышленным государством мира. По экспорту пиломатериалов и бумаги она занимает первое место в мире. Основная часть целлюлозно-бумажного производства сконцентрирована вблизи гидроэлектростанции на реке Святого Лаврентия. Поставьте фильм на паузу и выполните задание в контурной карте. Сельское хозяйство характеризуется высоким уровнем механизации и концентрации производства, товарности и специализации, высокой производительностью труда. Страна полностью обеспечивает себя всеми необходимыми видами сельскохозяйственной продукции. Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства. Главное направление животноводства – мясомолочное. Дает 60% стоимости сельскохозяйственной продукции. На северных территориях распространены лишь оленеводство, охота и рыболовство. В степных провинциях – пастбищное мясное скотоводство, мясошерстное овцеводство, приозерье – диверсифицированное животноводство с упором на молочное хозяйство. Юг Британской Колумбии – молочное хозяйство. Важную роль играет зерновое хозяйство, которое развито преимущественно в южных степных районах. По валовому сбору пшеницы Канада занимает 6-7 место, по экспорту – 2 место. Поставьте фильм на паузу и выполните задание в контурной карте. Транспортная система Канады характеризуется развитием всех видов транспорта и значительной общей протяженностью транспортных путей. Автомобильный транспорт занимает первое место по пассажира и грузоперевозкам внутри страны. В 2006 году в стране было зарегистрировано около 19,5 миллионов автотранспортных средств. Протяженность железных дорог в Канаде составляет 46,7 тысяч километров. И железнодорожный транспорт занимает второе место по пассажира и грузоперевозкам. Важную роль занимает воздушный транспорт. Крупнейшие международные аэропорты расположены в Торонто, Ванкувере, Калгари. Крупнейший порт страны – морской порт Ванкувера. На него приходится 15% всего грузооборота. 68 миллионов тонн грузов на внутренних и международных морских перевозках в год. Морской путь Святого Лаврентия является крупнейшим водным маршрутом внутри территории Канады. Это система шлюзов, каналов и протоков, позволяющая морским судам проплывать из Атлантического океана до североамериканских Великих Озер вплоть до Верхнего Озера. Длина трубопроводов для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов в Канаде составляет 23 543 километра. Суммарная длина всех газопроводов страны – 74 980 километров. На занятии вы узнали. Огромные размеры территории, разнообразные и богатые природные ресурсы, выгодное географическое положение в соседстве с Соединенными Штатами Америки и сравнительно небольшое количество населения обусловили специфику отраслевой структуры хозяйства Канады. Значительную роль в хозяйстве страны играют отрасли, ориентированные на экспорт продукции, горнодобывающая, лесная и деревообрабатывающая промышленность, энергетика и сельское хозяйство.